Почему рассада вытягивается в длину и как сделать ее более здоровой? Здравствуйте, друзья, зрители и подписчики нашего канала! Необходимо четко выяснить причину этого явления, и их не так много. Прежде всего, это, конечно, недостаток освещения. С каждым годом люди норовят все раньше начинать процесс. Сложно удержаться, когда в каждом окне вечерком виден свет фитоламп. А с каждого ящика идет реклама парников и теплиц. Кажется, что уже на каждом участке такие стоят. Соответственно, появляется возможность раньше обзавестись ящичком с рассадой. Но против природы, ребята, не попрешь. Растения миллионы лет привыкали к определенному режиму световому. Поэтому в наших унылых темных квартирах с современными окнами им категорически не хватает света. На этот случай у растений выработался механизм тянуться изо всех сил в сторону солнышка. Вот они и тянутся. А чем плоха такая рассада? В период ускоренного роста, когда рассада огурца просто вытягивается, заметьте, она просто легла на землю. Что с ней происходит? Клетки не успевают накопить целлюлозу или гнин для того, чтобы окрепнуть. А также их листики, листовые пластинки не покрыты толстым слоем восков. А значит, они становятся не только хрупкими, но и доступными для всякой заразы. Причем зараза может как быстро убивающей быть, так и медленно. Вы растите, растите, вроде растут проростки, а на самом деле они уже обречены. Поэтому лучше заниматься рассадой позже, чем мучаться с хилой и в итоге получить больные растения. Не спешите, успеете. Можно просто отдавать предпочтение ранним, раннеспелым сортам, чем постоянно задавать вопросы, как притормозить рост рассады, когда она еще до наступления положительной температуры на улице уже все окна закрыла. Выход. Не бежать впереди коней. Высаживайте все вовремя. Ну, либо досвечивать. С этим все тоже просто. Есть финансовые возможности, покупайте все, что в голову придет и то, чем вас реклама задурит. Нет финансовых возможностей, берите все лампы, которые у вас есть, торшеры, бра, покупайте самые мощные светодиодные лампочки, ставьте максимально близко к рассаде, благо они не горячие, как лампы накаливания, и включайте на 16 часов в дневное время. Ну, а если нет денег, нет ламп, то и не дурите голову и чекайте весну. Итак, с преждевременной посадкой разобрались. Второе. Неправильный грунт. Некоторые не знают, но первичный грунт, он же грунт для получения рассады, не годится для растений, которые уже начали фотосинтез. То есть, в нем можно держать проросток буквально до появления первых настоящих листиков, которые начали фотосинтезировать. Не семидольные листья. Почему? Да потому, что там нет никаких питательных добавок. Он только для проращивания. Если такие добавки есть, то об этом должно быть указано на упаковке. Поэтому или пересаживайте, или вносите подкормку. Многие скажут, конечно же, как же там же органика, волокна растительные, пальмовое волокно, она же органика. Да, только растения не корова, траву жевать не умеют. Хотя справедливости ради стоит сказать, что и корова сама по себе траву не перевалит, если бы у нее не было бактерий в желудке. Поэтому возникает такая проблема. Нужно дать рассаде покушать. Это и то, что можно купить. И самодельные различные варианты. В том числе рисовую воду или овсяное молочко. Рисовая вода остается после мытья круп. Она так в целом называется рисовая вода. Хотя годится с под обычных любых круп, которые мы используем у себя на кухне. Можно делать овсяное молочко. Три столовых ложки обычного геркулеса. Вот такой крупы. Можно перекрутить на обычной кофемолке, если у вас есть. Если нет, просто такую крупу заливаем кипяточком. Выдерживаем 2-3 часа. И после этого процеживаем. И это молочко отличная подкормка для любой рассады. Если же у вас суккуленты или же кактусы, то такую подкормку лучше развести раз в 5. Но помните, что подкормки органические можно использовать либо раз в 2 недели, либо раз в неделю. Но только с препаратами почвенных грибов. Либо с сеной палочкой. Иначе можно нарваться на других любителей вкусностей, типа мушек. И если вы пролили подкормку, то увлажнять уже далее лучше всегда нижним поливом. Через дно, наливая непосредственно в контейнер. При этом те стаканчики или кассеты, в которых растет рассада, обязательно должна иметь дренажные отверстия. Почему с биологическими добавками, типа сеной палочки, органическая подкормка действует лучше и использовать ее можно чаще? Да потому, что если нет большого набора бактерий в почве, эта органическая добавка может закисать, ну или становиться кормом для насекомых. А бактерии или же грибы нормализуют почву, переводят всю органику в легко усваиваемый для растения вид, и растения только от этого выигрывают. С этим разобрались. Третья причина. Это неправильная температура. Это для прорастания семян нужно тепло, вплоть до 25 градусов. Для роста же рассады температуру лучше уменьшать, вплоть до 15-18 градусов. А если у вас есть возможность ночью и днем менять температуру, то ночью температура должна быть еще ниже, вплоть до 13 градусов. Если рассада у вас над батареей или обогревательными ковриками, то она воспринимает сложившуюся ситуацию, как реальный шанс выстрелить быстрым ростом, чтобы занять свою нишу побыстрее. И, что называется, прет, откладывая укрепление стенок своих клеток на потом. Но кроме тепла, опять же, нужно и соответствующее освещение, чтобы наработать, достаточно углеводов и укрепиться. А этого нет. Потому что в природе в теплые дни растение прокладывает такой скоростью роста реально путь к солнцу. А тут ничего. В лучшем случае лампа сверху где-то там мерцает. Приходит резкое падение иммунитета. Растение не человек, у которого есть родители, до последнего заботящиеся о нем. В природе не так. Не достиг желаемого. Готовься к смерти. И растение теряет силу. Итак, вывод. Прорастание – высокая температура. А уже рассада в прохладе. Следующая причина – неправильный водный баланс. По-простому, не так или не туда льете воду, господа. И сейчас, конечно, все закатят глаза. Ну уж куда лить-то мы знаем. Как действует большинство? Я поливал всегда раз в три дня и так и поливаю. А рассада в этом году на окне, а в марте – морозы. Отопление увеличивалось, батареи сушат. И уже на второй день рассада сталкивается со стрессом. Мало влаги. И вот именно непоследовательность, непостоянство в достатке влаги сразу вызовет у рассады патологическую реакцию. Она либо вытянется, либо впадет в ступор. И то, и другое чревато заболеваниями. А опрыскивание? Оно полезно, но только тогда, когда нет сквозняков. Опять же морозы на улице. В комнате может и тепло, но от окна-то тянет реальным холодом. Вы окропили малышей, и рассада реагирует неадекватным вытягиванием. Выход. Для постоянного и точного контроля нижний полив, при этом льем подстаканчики в поддон, это идеально. Всегда видно, что остается. Опрыскивание лучше производить к концу дня вечером, но не в темноте. И никаких сквозняков хотя бы на начальном этапе роста рассады. А если вы рассаду держите в закрытых боксах, растили в таких с прозрачными крышками, то убирайте сами крышечки, особенно если на них изнутри собирается влага. Такие купола влажные будут увеличивать вытягивание рассады, во-первых, а во-вторых, служить местом размножения патогенов. Следующая причина, конечно же, теснота. Как я уже сказал, в природе все устроено просто, кто не успел, тот опоздал. Вот и пытаются в тесноте ростки выбиться из окружения, удлиняются. Заметьте, вот здесь кучкой растут и все кучкой же и удлинились. Поэтому важно, взялись растить рассаду, постарайтесь не задерживать рассадку с пикировкой этих зарослей, ну или просто прореживайте хотя бы. А теперь поговорим не об ошибках, а о приемах, которые позволят при прочих равных улучшить качество рассады, которая в других условиях могла бы вытягиваться. Первое. Если видите, что растения жируют и кинулись в рост, оставляя свои стебли тонкими и ломкими, начните их кошмарить. Мешайте им. Гладьте. Трогайте. Все это, даже переворачивание лоточков другой стороной к свету, все это физические нагрузки вызовет мгновенную реакцию усиления клеточных стенок, а вслед за ним проводящих сосудов у растения. Вы увидите, что рассада станет более плотной, крепкой, с толстыми стеблями. Можно даже вентилятор рядышком поставить, но только помните о сказанном выше, при работе вентилятора не опрыскивать, но контролировать пересыхание обязательно. При работе вентилятора пересыхание будет происходить раньше. А вот если говорить о рассаде таких культур, как томаты, перцы, баклажаны, то если вы проспали излишнее удлинение рассады, то при пересадке очередной в большую емкость часть стебля на нужную высоту можно просто углубить, углубить в почву, присыпать. Если же вы пересадкой больше не занимаетесь и рассада уже готова, но погода еще не обещает теплых дней для высадки в грунт, то растение можно просто прикопать, прижав к грунту или по спирали прямо в стаканчике. Здесь, конечно, рассада томатов маленькая, но когда она побольше, можно ее просто завернуть, присыпать все это грунтом и так и оставить. Такое увеличение всасывающей поверхности, которое произойдет при росте боковых корней, явно поможет и быстрому росту, и раннему урожаю. Ну и еще один совет. Если у вас есть возможность, то при достаточной температуре хотя бы днем выносите рассаду на открытый воздух, да хоть на балкон, вначале на часик-два, а через несколько дней уже на весь световой день, если температура не опускается ниже 15 градусов. Это будет вообще идеально. Такой прием приостановит вытягивание рассады, приведет к ее укреплению, и я уже не говорю о закаливании и повышении иммунитета. Ролик об этом мы уже показывали. Ну что ж, а теперь бегом заниматься рассадой. И пусть каждому в этом году улыбнется успех и никаких потерь. Процветания вам! Субтитры создавал DimaTorzok